Всем привет! Вот решила подвести итоги 2021 года. Ну что, поехали? Январь. Январь был активным. Я снялась в рекламе «Кальций Д3 не комет». Приняла участие в передаче «Касается каждого». Играла маму в первой серии сериала «Клятва врача» — фото с моим сыном по фильму. А это фото после спектакля «Самый там, самый туди». Приятно получать цветы в январе. Февраль. Февраль подарил мне интереснейший проект «Ненужные люди». Съемки проходили в Одессе, и мне приходилось делать то, что я не делаю в жизни. Ну, например, курить. Этому проекту посвящен целый плейлист на моем канале. Рекомендую вам посмотреть, как проходили эти интереснейшие съемки. А это реклама Ашана. Я бабушка. На съемке сериала «Источник» я познакомилась с интересным режиссером и с удовольствием поработала в кадре с замечательным партнером. На День влюбленных, 14 февраля, состоялся спектакль «Ангел носит живанши» в Бориспольском театре. За роль Аби Милана я совершенно неожиданно получила диплом Первого международного театрального интернет-фестиваля за высокопрофессиональный уровень исполнения. Март. Запись песни Олега Саливанова в студии Александра Черниги. Помню миг. Приурочена была к 8 марта. Ну а запись новой песни – это всегда праздник. С Викторией Демченко. Организатором проекта «От сердца к сердцу». Это благотворительная акция для мам и особенных деток. Служение театру – неотъемлемая часть моей жизни. Это фото перед спектаклем «Тектоника чувств». Апрель. Апрель – месяц неожиданностей. Впервые снималась на английском языке в социальном ролике. Записываю рекламу на радио.фм. Долгий крем, деликатный, до шкиры. Тому его можно використовувати аж до трех тижнів по декілька разів на добу. Після консультации с лікарем. Отлично. Впервые сыграла для себя непривычную роль. Болтливую пациентку в сериале «Люся Интерн». Май. С режиссером Максимом Гуленко вновь встретились на площадке сериала «Надежда». И с радостью лечилась у доктора, которую в сериале играла одна из моих самых любимых актрис – Александра Эпштейн. Май подарил наслаждение замечательными песнями и романсами на концерте народного артиста Украины Марьяна Годенко «Романс для вас» в Октябрьском дворце. Я была ведущей концерта и исполнительницей. Приняла участие в фестивале песни «Дзвоны Чернобыля», посвященном 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Город Абухов не впервые встречал фестиваль песней «Ридна, мат и моя». Конечно, я вела концерт и пела. А еще я успела, как эксперт программы «Говорит Украина», помочь решить проблему героев. Июнь. Июнь меня снова позвал в дорогу. В Черноморск. Сериал «Морской патруль». День рождения города Славутич. 34 года. В рамках празднования состоялся показ этноколлекции бренда Натали Дацко в коллаборации с дизайнером аксессуаров Ириной Педлипской. Ну и как же в июне можно обойтись без прекрасной команды, «Говорит Украина». Театральный сезон потихоньку подходит к концу. Но спектакли идут полным ходом. Фото сделано перед спектаклем «Метод Гронхельма». Июль. Июль был очень жарким, насыщенным работой. И начался он со съемок. Первая была реклама «Магникор». Следующим был небольшой эпизод в сериале «Швабра-2». Ивана Купала – народный праздник восточных славян. Именно к нему была записана новая песня. Смотрите ссылку в описании. 30 июля состоялось грандиозное событие – премия Мессинга. Мне посчастливилось быть его ведущей. Август. Моя роль работницы канцелярии оставила в моем сердце неизгладимое впечатление. Сцена была снята за пять минут, всего два дубля, но ставка-то стопроцентная. Приятно. В сериале «Когда умрет любовь» я впервые попала в ДТП по сценарию. И впервые в кадре была со своей подругой Леночкой Репиной. Как приятно быть частью главного ток-шоу страны. Говорит, Украина всегда обсуждает темы, значимые для тысяч людей. Конец лета – это три ярких дня в Тусковце. 30-й международный песенный фестиваль «Доля» и концерт народного артиста Украины Марьяна Годенко «Наша песня, наша доля». Сентябрь. И снова Одесса, и снова Черноморка, и снова я мама. Морской патруль. Театр открыл свой сезон, и, конечно, я снова играю сам и там, сам и тади. В сериале «Преодоление» я играла председателя сельского кооператива. Кстати, очень неожиданная для меня роль. Но очень была рада на съемочной площадке встретиться с Аленой Коломиной, с которой мы снимались в сериале «Счастливо вопреки», и замечательным режиссером Юрием Осиповым. А также была рада встрече с моим киношным мужем Владимиром Голосняком. 20-й юбилейный фестиваль современного романса «Осеннее рандеву» проходил в Буча. Собрал лучшие силы украинской эстрады. День учителя – это праздник для каждого. Концерт к этой дате состоялся в Козятине. А еще были съемки в проекте «Высильни драмы». И я играла маму в серии «Высильля с выкладачкой». Мне было приятно познакомиться и очень легко работать с режиссером Андреем Мозговым. В этом же месяце я получила роль Мэри Поппинс в 20-й серии «Дитячого охоронца». А в сериале «И кажется надежды нет» роль старшей коварной медсестры. Ноябрь. Медицинскую тему я продолжила в ноябре в сериале «Моя настоящая мама». Завлабораторией. Участвовала в проекте создания новой программы для искусственного интеллекта. Шановні коллеги, з цієї трибуни постійно звітують урядовці про подолання коронавірусу в Україні. Звісно, це надзвичайна проблема, але ми бачимо, що уряд не може впоратися і з динамікою захворюваності та вакцинування. Снялась в рекламе успокоительного средства. Декабрь. Конец года подарил новый проект «Уверенное касання». Я старшая медсестра. 21-й год окончен, но не все тайны я еще открыла, потому что проекты находятся в работе и не вышли на экраны. Этот год подарил много неожиданного и дал возможность раскрыть себя в новых амплуа. Я уверена, что и следующие года будут полны яркими проектами. Я смогу открыть еще что-то новое в себе. Ну что ж, планы есть, цели поставлены. Вперед!